Добрый день! Сегодня у нас праздник. Мы отмечаем день рождения замечательной детской писательницы Агнии Львовны Барто. Представляете, ей бы сейчас могло исполниться 115 лет. 17 февраля 1906 года в семье врача-ветеринара Льва Николаевича Волова появилась на свет обыкновенная девочка Агния, которая в будущем станет известной детской писательницей. Барто – это не настоящая фамилия, а придуманная, то есть псевдоним. В детстве все свое свободное время проводила она вместе с отцом-ветеринаром, помогая ему лечить заболевших зверушек. А теперь, когда вы познакомились с первым этапом жизни этой замечательной писательницы, давайте немного отдохнем и поиграем. Ну, ребята, это знакомые мне ребятишки решили переписать в тетрадь любимые стихи Агнии Барто. И, конечно же, что-то они перепутали. Вы должны найти ошибки и вписать слова в кроссворд. Мы узнаем, как назывался сборник стихов, который вышел в 1936 году и с которым вы, конечно же, знакомы. Наша Таня громко плачет. Уронила в печку мячик. Тише, Танечка, не плачь, не утонет в печке мяч. Какую ошибку допустили ребята? Правильно, не в печку, а в речку. А как называется это стихотворение? Конечно же, мячик. Давайте впишем слово мячик в кроссворд. Продолжаем игру. Мне не скучно без огня. Есть прожектор у меня. На него посмотришь днем, ничего не видно в нем. А посмотришь вечерком, он с зеленым огоньком. Это в баночке с травой светлячок сидит живой. Ребята, какая ошибка допущена в этом стихотворении? Верно, не прожектор, а фонарик. Давайте впишем название этого стихотворения в кроссворд. Продолжаем. Я люблю свою собачку, причешу ей шерстку гладко. Гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. О ком идет речь в этом стихотворении? Верно, о лошадке. Именно так оно и называется. Впишем это слово в наш кроссворд. Следующее стихотворение. Уронили хрюшку на пол, оторвали хрюшке лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Ребята, о ком речь идет в этом стихотворении? Верно, о мишке. Давайте впишем последнее слово в наш кроссворд. Посмотрите, у нас есть еще неотгаданное слово по вертикали. Как вы думаете, что объединяет эти четыре слова? Правильно, это все игрушки. Молодцы, ребята. Действительно, первый сборник стихов «Агни и Львовны Барто» назывался «Игрушки». Ну что ж, вы немножко отдохнули, и давайте продолжим наше знакомство с биографией замечательной поэтессы. Итак, на дворе 1941 год. Кто знает, какое страшное событие для русских людей свершилось в это время? В июле 1941 года на нашу страну вероломно напали войска фашистской Германии. Началась Великая Отечественная война. Во время Великой Отечественной войны Агния Барто уезжает на фронт. Там она сочиняет и читает стихи, пишет в газетах, выступает по радио. В канун Дня Победы этого великого праздника случилось самое страшное событие в ее жизни. Погиб ее сын Гарик. Она уже больше не будет писать о бычках и зайчиках и мишках. Раз и навсегда в ее жизнь вошло горе. Чтобы пережить горе, она стала ездить по детским домам и писать о детях, которые потерялись во время войны. Стихи Агнии Барто удивительны еще и тем, что позволяют нам с вами играть. Согласны? В ее стихах можно встретить такие имена девочек. Катя и Нина, Анюта и Настенька, Тамара и Любочка, Сонечка и Милочка, Лялечка и Надюша. И такие имена мальчика, как Сережа и Петя, Димка и Вовка, Ванечка и Егор, Митяй и Леньяй, Лешенька и Валерик. И давайте сейчас поиграем с вами в игру, которая называется «Стихотворные прятки». Тронь ее нечаянно, Сразу караул! Ольга Николаевна, он меня толкнул! Сговорились мальчики, мы откроем счет, Сосчитаем жалобы, сколько будет в год. Испугалась и сидит тихонечко. Скажите, ребята, какое имя спряталось у нас в нашем стихотворении? Конечно! Сонечка! Молодцы! Давайте дальше продолжим с вами. Непонятно, кто из нас поступает в первый класс. Мама или я? Новиков? Новиков? Конечно, Илья! Слушайте внимательно следующее стихотворение. На брата сердится сестра, ее зовут. А он стоит среди двора, кричит, ты где, Малина? Догадались, как звали девочку? Верно, Марина! Малыши среди двора хоровод водили, В гусь и лебеди игра, серый волк. Ну и, наверное, самое легкое стихотворение загадка. Мы отправляемся в поход. Мы отправляемся в поход. В лесу объявлен сбор. Боюсь, погода подведет. Волнуется? Егор. Теперь, когда мы отдохнули, пришло время познакомиться с послевоенным периодом жизни Агнии Барто. Ведь именно после войны, в тяжелое для страны время, когда все силы были направлены на восстановление разрушенного хозяйства, Агния Львовна решила помочь тем людям, которых война раскидала по разным городам и селам. Оставила детей сиротами. Давайте послушаем отрывок из поэмы «Звенигород», рассказ о детях, потерявших во время войны. Здесь со всех концов страны собраны ребята. В этот дом их в дни войны привезли когда-то. После, чуть не целый год, дети рисовали сбитый черный самолет, дом среди развалин. Вдруг настанет тишина, что-то вспомнят дети. И как взрослый у окна вдруг притихнет Петя. До сих пор он помнит мать. Это только Лёлька не умеет вспоминать. Ей три года только. У Никиты нет отца. Мать его убита. Подобрали два бойца у сожженного крыльца мальчика Никиту. Был у Клавы старший брат, лейтенант Кудрявый. Вот на карточке он снят с годовалой Клавы. Защищал он Сталинград, дрался под Полтавой. Дети воинов, бойцов в этом детском доме. Здесь портреты их отцов, карточки в альбоме. Вот какая тут семья, девочки тут и сыновья. Трудное послевоенное время постепенно проходит. Страна возрождается. Строятся новые города. Восстанавливаются заводы и фабрики. Люди начинают чаще ходить в кино и улыбаться. И верить в будущее. Давайте посмотрим фрагмент художественного фильма «Подкидыш», автором сценария которого стала Агния Бартон. В этом фильме рассказывается о девочке, которая потерялась. Агния Бартон, агния Бартон, агния Бартон. Ну что ж, я санитарная комиссия. Видишь там, это я нарисовал. Я буду танкистом, доктором, а по выходным дням буду пожарной машиной. И я буду танкистом. Ты еще маленькая, тебя не примут. Тогда я буду милиционером. Милиционером нельзя. Ты еще маленькая, тебя милиционером. Ну а с пограничной собакой я могу быть? С пограничной собакой? Можем. А это вот что? Подводная лошадь? Подводных рошадей не бывает. Нет, бывает. Вот подвода, а вот лошадь. Нет, не бывает. Нет, не бывает. Нет, не бывает. Нет, не бывает. Тихо, 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 тихо. Сейчас мы пойдем переодеваться. А ты откуда взялась? Чья это девочка? Павел Вершара, она наша. Мы ее привели. Я ваша. Мама у тебя есть? Мама уехала, папе нет. А где ты живешь? Квартиру 6. А какая улица? Звонить два раза. Звонить два раза. Ну и адресочек. Ну, ребятки, идите переодеваться и девочку возьмите с собой. А мы сейчас все разберем. Что-то мы с вами загрустили. Давайте вернемся к детским стихам из сборника «Игрушки» и исправим остальные ошибки ребят. Начинаем. Спать пора. Уснул бычок. Лег в коробку на бочок. Сонный мишка лег в кровать. Только гном не хочет спать. Головой кивает гном. Он слонихе шлет поклон. Ребята, кто на самом деле не хочет спать? Верно, слон. У меня живет котенок. Я сама его пасу. Я котенка в сад зеленый рано утром отнесу. Он заблудится в саду. Я в траве его найду. Ребята, кто живет у девочки? Конечно, козленок. Матросская шапка, веревка в руке. Тяну я машинку по быстрой реке. И скачут лягушки за мной по пятам. И просят меня. Прокати, капитан. Ребята, что по реке мог тянуть мальчик? Машинку? Конечно, нет. Кораблик. Продолжаем. Мишку бросила хозяйка. Под дождем остался Мишка. Со скамейки слезть не мог. Весь до ниточки промок. Ребята, а точно Мишку бросила хозяйка в этом стихотворении? Конечно, нет. Зайка остался под дождем. Идет жучок, качается. Вздыхает на ходу. Ох, доска кончается. Сейчас я упаду. Какая ошибка допущена в этом стихотворении? Верно. Не жучок, а бычок. Ну и последнее стихотворение. Нет, напрасно мы решили прокатить слона в машине. Слон кататься не привык, а прокинул грузовик. Ребята, кому не понравилось кататься в машине? Конечно, коту. А называется это стихотворение «Грузовик». Мы с вами познакомились с биографией и некоторыми стихотворениями Агнии Львовны Бартон. Читайте их и помните. Своё сердце она без остатка отдала вам, дорогие девочки и дорогие мальчики. Будьте счастливы!